Всем самого доброго времени! Сегодня у меня в гостях девушка, ее зовут Екатерина. Она ко мне приехала из Беларуси, из Минска. И она является, во-первых, медиком, и во-вторых, человек занимается серьезно астрологией. И мы решили записать вот такое совместное видео, совместное интервью, где она мне задаст вопросы о дорогах, которые ее интересуют, а я имею возможность задать вопросы об астрологии. И будем надеяться, что вот такое совместное видео, совместный опыт будет вам интересен. Может быть, какие-то у вас новые вопросы появятся, или, может быть, какую-то новую информацию вы получите от нас. Если интересно, оставайтесь. Ну, Кать, какие у тебя есть вопросы ко мне, как к Наролам? Ну, в общем, всем здравствуйте, во-первых. Интересен такой вопрос. Трактовка, вот твой вариант трактовки карты Сила. На конкретном примере, допустим, задаем вопрос, сдерживает ли человек какое-то обещание? Выпадает карта Сила, допустим. Прямая либо перевернутая? Вот твое мнение, как это расценивать? Если обещание касается, например, ну, такого сексуального характера, или характера замужества, или характера то, что вот в аспекте любви, то, скорее всего, прямая карта покажет, что ему не особо хочется, ему не особо это легко дается, но человек сдержит это слово. Если прямая позиция, если человек грозится, что-то сделать плохое, любое именно физическое вмешательство, либо телесного характера вмешательства, то, конечно, карта Сила, положительных аспектов тут мало, и, конечно, лучше от такого человека держаться подальше. Если говорить о карте Сила в аспекте спорта, то, ну, у меня где-то в проценте 80 она всегда показывала хорошие, высокие результаты, то есть выносливость, то есть возможность человеку именно хорошо себя проявить и занять хорошее, достойное место. Вот. Перевернутая карта Сила, ну, падает у меня лично не так часто, я вообще не так часто использую перевернутые карты, но они все равно рано или поздно падают, и в таких случаях я использую методику, которую я очень давно уже где-то увидела, уже даже не помню где, но считается, что вот перевернутая карта, во-первых, по методике Мэри Гриер, это либо заблокированная энергия, либо можно смотреть предыдущую карту, то есть мы можем смотреть не восьмую, если мы рассматриваем гардеровой эту систему, а седьмую, то есть колесницу, да, то есть что-то в движении, некие силы, некая энергия двигается вперед, да, что-то сдвигается с мертвой точки, да, но недостаточно в таком большом аспекте, как на карте Сила, то есть еще такого разгона она не настигла, да, не добралась, вот. Ну и, конечно, если вот говорить об отношениях между парочками, если это не молодожены, у которых все в основном в аспекте брачной ночи, да, сексуального сильного притяжения, то карта Сила может показывать именно то, что люди постоянно друг друга пытаются заглотку взять, перебороть кто кого, постоянно вот эта вот игра на нервах друг у друга, постоянно желание прижать одну из сторон. Ну вот у меня вот такой вот образ. Можно ли воспринимать, допустим, если перевернутая карта Сила, как символ какой-то заблокированной нравственности, то есть человек как бы заведомо понятно, что он это не выполнит, потому что, ну, грубо говоря, он безнравственный человек. То есть ненадежный человек. Да, да, вот именно в этом плане. Чтобы человек был безнравственный, ненадежный, мне нужны еще дополнительные карты. Это может быть карта Дьявол, которая покажет манипуляторство с вместе силой. Это может быть карта Мах, которая покажет человека-эгоиста, который любит себя держать в центре внимания. Но ему самое главное внимание, а с каким оно вектором, с плюсом или с минусом, для него уже это не так важно. Либо, если человек аморальный, ведущий аморальный образ жизни, вот что называется, абсолютно неблагонадежность во всех аспектах, может еще быть пятерка Пентакли, конечно же. Она показывает людей, которые абсолютно вот все равно, но что о них подумают, как и... Как корыстные, получается. Могут быть люди корыстные, могут быть люди, которые вообще привыкли к тому, что они отбросы общества, и для них не важно на какой-то результат, на какое-то мнение о них. Они живут вот тем, что они удовольствием, что они получили здесь и сейчас. Но обычно сила перевернутая часто показывает и может показывать человека, который устал, который ослаб, который, в принципе, ничего не хочет. Вообще перевернутые карты могут показывать ответ «нет», если это больше, чем одна карта. То есть, если мы делаем обычный расклад, там несколько карт перевернутых. В некоторых источниках говорят, что можно вообще не делать в этот день именно этот вопрос, либо его перефразировать лучше. То есть, карты не хотят говорить, типа такой, да. Ну, не то, что не хотят говорить, а как бы мы не настроены получить, либо эта информация нам сейчас просто не нужна. Очень много у меня примеров было, когда человек хочет что-то узнать, и вот он ко мне пришел, а вот не получается. Либо пустые карты могут падать на нежелание узнавать информацию, либо перевернутые все могут падать, либо просто у меня бывает такое, что они могут просто рассыпаться, хотя я не считаю себя человеком с руками-криками, который не может держать на лозду карт. И вот чаще всего показывает практика, что это не просто так вот. Из-за один из примеров был такой, что вот у нас не удавалось посмотреть, там девушки, они хотят покупать новую квартиру, и вот она хочет продать старую, и ситуация была такова, она говорит, ну слушай, вот я ее хочу продать, я хочу купить новую в большом городе, я говорю, ты знаешь, вот падают либо пустые карты, либо черные, и по-моему там перевернута тоже одна была, и она вот сейчас вот не время, и она буквально через некоторое время, она узнает, что их дом хотят вообще планируют сносить. То есть она не продаст, она может получить вообще бесплатно. Да, то есть вот такие случаи бывают, поэтому не нужно считать, что если перевернутые карты, то это плохо, иногда нужно уметь просто понять, о чем она говорит, можно либо к предыдущей карте обращаться, которая идет до, либо рассматривать как то, что сейчас может быть у вас недостаточно энергии и силы, либо была некая борьба, потому что сила это аспект сознания, подсознания, да, когда он как бы борется между собой. Ну, конечно, еще на тех, кто работает с животными, на дрессировщиков, на ветеринаров, на людей, которые работают с психическими состояниями людей, особенно если эта карта жрица, например, выпала, ну, мах тоже иногда может падать, когда человеку нужно побороть какое-то вот сопротивление, кого бы то ни было, на людей диетологов может падать тоже, особенно с девяткой кубков, то есть когда человеку нужно укращать какие-то качества, какие-то животные инстинкты другого человека и пытаться его дрессировать, да, пытаться его на путь истинный поставить. Но то есть все равно, как это, как получается, карта как манипуляции получается. Да, да, подавление, да, то есть нужно уметь сдержать вот именно те инстинкты, которые есть у человека. Еще карта сила, как ни удивительно, мне очень часто, если из ваших коллег, медика падает на стоматологов, и падает она почему-то, учитывая то, что это зодиакальное созвездие льва, падает на людей, связанных с волосами. Парикмахерское искусство тоже может падать. Вот почему-то. Грива. Грива, да. Вот такие вот карты. Вот именно такие вот моменты я вот по карте сила для себя заметила. Если мы говорим о какой-то вот компании людей, если это позднее время, ненадежная компания, падает сила, конечно, с дьявола могут быть попытки изнасилования, попытки на человека подавить, сделать что-то против его воли. Такое тоже по карте сила бывает. Особенно если там луна, там повешенный, то есть человек как жертва, ну и сила тоже. Вот. Ну вот по этой карте, наверное, все, что я могу сказать. Понятно, спасибо. Хотела еще спросить, именно вот, раз уж начали про перевернутые карты, как вот вообще, допустим, вот личные карты, такие как Паш, Рыцарь, Королева, Король, вот если они перевернутые, это как какой-то, именно про человека, какое-то отрицательное тоже значение дает, или как, допустим, на примере какого-то. Вот когда-то была такая песня, знаешь, у Бритни Спирс, наверное, мое поколение 30-летних людей еще помнит, еще не женщина, но уже не девочка. Вот. У нее была такая песня, и я сейчас объясню, почему я ее вспомнила, для примера. Вот, если падают перевернутые рыцари, нужно понимать, что человек уже перерос, возраст Пажа, да, а возраст Пажа, ну, в моем понимании, это молодые девушки, молодые люди, ну, до 25 лет, да, а рыцари, у меня лично, идут от 25 до 35, это максимум лет. Но это только мужчина получается? И женщины тоже, но еще Пажи и рыцари могут быть, человек может быть взрослый, но для меня, помимо возрастных, да, да, совершенно верно, для меня, помимо возрастных рамок, еще и вот характер человека, вот если в человеке много идет от я родителя, да, в каждом человеке мы знаем психологическую эту штуку, я взрослый, я родитель, и я дитя, и вот если в человеке много я родителя, то ему будет 20 лет, но он уже будет взрослый, на него может даже и король падать, вот, а особенно это касается, когда человек старший брат, старшая сестра в семье, либо рано вот остался без родителей, то есть он сам на себя, как бы функции берет, вот сознательные такие, серьезные товарищи, которые живут отдельно от родителей, с раннего возраста, вот на них, да, может падать и король, и даже нам, и королева, и даже если они не такие взрослые, вот, и точно так же человек может быть, в принципе, относительно уже в возрасте, но он может быть инфантильный, он может быть, причем, от чего это зависит, ну, во-первых, мама может не отпускать, да, такой вот старый холостяк, во-вторых, может быть человек, который в такой сфере работает или реализует себя там, где дети, вот, у меня есть, на моем примере, есть человек, который тренирует детей, и вот я вижу его, я понимаю, что ему уже 79 лет, он как бы в таком сознательном возрасте, но я если на него буду смотреть, я никак не на него король не возьму, потому что он ведет себя с детьми, он вот ментально, он на их как бы уровне, он общается, он играет, да, поэтому зависит от работы человека, от того, вот как он себя позиционирует, сколько в нем намешано, я дитя, я взрослого, и я родителя, я вот основываюсь на этом, вот, ну и плюс к тому, что бывает такое, что на девушек может падать карта король, и на мужчин могут падать королевы, даже если это не ориендация, а просто вот люди такие, мужчины творческого мужчины вот такого, немного истерического характера, потому что королева это та, которая все эти эмоции все равно как бы выпускает, ну за исключением королевы мечей, ну и соответственно король на мужчину, на женщину может падать, если женщина лидер, если она шеф, если она хозяйка, большого предприятия, либо какой-то своей структуры, на нее может падать карта король, но если вам постоянно в раскладах на мужчин падают королевы, и вы не можете этого человека ухлечить, в том, что он бабник, да, либо работает в большом окружении женщин, конечно бы я поменяла бы колоду, чтобы посмотреть, как другие показывают вам, чаще, конечно, на женщин королевы, на мужчин королевы, но иногда, иногда, если ситуация такая, если замешанный, и большое влияет именно свое, вносят другие люди, они могут падать, в принципе, для того, чтобы такого не было, чтобы понять, кто есть кто, собственно, берется сигнификатор, выбираешь его, либо сознательно выбираешь, ты говоришь себе, кто он будет, да, этот человек, например, ты хочешь взять на него рыцаря, да, он динамичный, ему, например, до 35 лет, или 35 плюс, он активный человек, он путешествует, ты на него берешь рыцаря, если ты видишь, что рыцарь перевернутый, на такого человека выпал, ты понимаешь, что человек, например, сейчас не такой динамичный, либо у него сейчас немножечко всплеск энергии, всплеск какого-то запала, либо ему хочется вернуться немножечко в более какие-то детские, более такое потребительское отношение, пожа, более такое незрелое, иногда это бывает, но это не значит, что на этого человека всегда будет падать пожи и рыцари, он может пойти хорошо по службе, он может вырасти за счет того, что у него появятся дети, и тогда на него может падать король, но в редких случаях может и королева на него падать, если какие-то огромные просто вспышки эмоций, либо огромное влияние, когда у человека нет своего, как бы своего я, и на него влияет либо его жена, либо его мама, либо любоница, на него могут падать люди, которые стоят за ним, которые как бы дергают, управляют его решением, его реакция, такое тоже бывает. Но вот именно перевернутая карта, это немножко возврат, получается, к предыдущей. Да, я считаю, что это к предыдущей карте, получается, так? Да, возврат к предыдущей карте, либо то, что ему вот в таком некомфортно состоянии. То есть, если карта перевернута, он хочет стать рыцарем, ему хочется из своего государства, что называть, своих владений уйти, ему хочется более динамично, более активно быть. Если перевернута паш, например, то уже тоже он с этого хочет уходить. А пашу куда уходить? А паш может у нас показывать и аспект того, что человека, именно его дети на этом этапе интересуют. И, конечно, одной карты мало, то есть, если мы рассматриваем, если же мы не только фигуранты выбрали, а просто, например, паш, если, например, падает шестерка кубков, или солнце, это может показывать, что человека, да, интересуют вопросы детей, дети ведут себя нехорошо, не слушаются, балованные, да, например, как у меня такое бывает. То есть, мы понимаем, что солнце, аэроцентризм человека, шестерка кубков, вопросы детей, и паш перевернутый. То есть, ребенок, который разбалованный, ребенок, который себе позволяет больше, чем нужно. Вот. И, опять же, бывает такое, что на некоторых людей вообще не всегда сигнификаторы и берут, что, ага, вот это он. То есть, вот этот вот старый способ, когда мы берем карты и смотрим соседние карты от нашего выбранного сигнификатора, да, рыцаря, короля или королева, не всегда им пользуемся сейчас. Чаще просто вот смотришь две-три карты, какие выпали. Если выпадает человек, хорошо, если он не выпадает, то тоже в этом нет ничего страшного, потому что чисто по внешне ориентироваться. Сейчас есть женщины, которым хорошо за 50, они могут быть на 30. И брать на нее рыцаря, как бы уже не то. И брать на нее королеву тоже. То есть, мы просто можем и не пользоваться этими сигнификаторами. Почему? Потому что, если мы, например, возьмем сигнификатор, мы, по сути, если у нее есть подруга, такая же королева кубков, как она, да, то есть, то же водного тригона, она может быть, рыбы, скорпионы, или рак, мы ее уже не увидим. Поэтому, часто, вот старые, вообще гадалки берут мага, можно взять и жрецу. То есть, можно просто брать на женщину только жрецу, на мужчину только мага. Такой вариант тоже допустим. А ты больше пользуешься именно сигнификаторами? Я иногда пользуюсь сигнификаторами. А как ты вот определяешь, кому что? Чисто вот по знаку зодиака? Я стараюсь по знаку зодиака, я спрашиваю, есть ли кто-то в окружении такой, вот с таким солнечным знаком зодиака. Часто это работает? По возрасту сейчас, мы живем в такое время, что это работает слабее сейчас. Потому что раньше ребенок, и мужчина взрослый, он не мог быть ребенком. Сейчас мужчина может свободно играть в компьютерные игры, он может кучу статуэток коллекционировать. То есть ментально он может быть как ребенок, причем абсолютно с нормальностью. Как и старик. Да, да, да. Как вот, например, ребенок, у меня девочка, ребенок, ей 7 лет, но она говорит, я хочу подарок только резиновые сапоги. То есть человек уже взрослый, она понимает, что не нужно тратить на разную ерунду. Это зависит именно за счет ментального возраста человека, его сознательность, его отношения. Ну и, наверное, не в последнюю очередь знака зодиака, как мы поговорим сегодня. Можно, в принципе, перейдем к ней. Оставайтесь с нами.